Гаечка. Тумсо, почему в прошлом эфире ты не осветил темы введения федералов в Натеричный район Чечни, гибель Джохара Дудаева, спасение тремя чеченцами инвалидов во Франции, митинг во Владикавказе? А это очень-очень первый опасный звонок для системы. Разрешение полиции стрелять в людей по любому случаю, как так. Так, что-то из этого я освещал. Например, гибель Джохара Дудаева. Об этом я сделал короткий ролик у себя в Инстаграм. По поводу введения федерала в Натеричный район. Об этом мы коснулись этой темы. Я просто сказал, что я не знаю, что там происходит на данный момент, поэтому не могу как-то комментировать эту тему. Да, мы знаем, что они там есть, но что они там делают, по какому поводу, понятия не имею. Далее, спасение тремя чеченцами инвалидов во Франции. Да, действительно, мы об этом не говорили, потому что не коснулись мы этой темы. Была эта ситуация, и меня больше всего улыбнуло, когда в какой-то российской, в каком-то российском СМИ написали, что трое россиян спасли старика из пожара, из-под пожара. Вообще, это очень смешно, когда кто-то с Кавказа делает что-то лесное для России, они пишут, что это чеченцы, это кавказцы, это дагестанцы, выходцы из Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии, Ингушетии и так далее. А так, вообще, да, они, конечно, молодцы, ребята. Пусть Аллах воздаст им благом. Я представляю, как они удивили европейскую общественность, тех зевак, которые там стояли, вообще для них это что-то удивительное. Как так? Пожарные должны этим заниматься, надо дождаться пожарных. А тут просто ребята поднимаются, спасают, причем даже полиция там в это время стоит. Респект, конечно, пусть Аллах воздаст благом. По поводу митинга во Владикавказе тоже коснулись этой темы, но я не знаю, как это комментировать, но был митинг, я не совсем в курсе причин. Я так понял, что он против карантина был. Знаю, что разогнали. Ну, как бы это все, что я могу об этом сказать. Добрый вечер, морковная голова. Это пишут не русские, это европейские. Еврейская продажная СМИ. Ну, все. Без евреев, конечно, тут не обошлось. Это мне напомнило старый еврейский анекдот, когда спрашивают, одного старого еврея спрашивают, слушай, говорят, что ты читаешь антисемитские СМИ. Это правда? Говорят, да, правда. Но как так? Говорят, как ты можешь? Я до сих пор, говорит, читал еврейские СМИ, и от этого я впадал в депрессию. Там пишут о том, что везде преследует еврея, везде антисемитизм, везде, в общем, проблема для евреев. И это тяжело, говорит, было читать подобное. Сейчас я читаю антисемитскую литературу, и там, говорит, везде пишут, что евреи правят миром, что евреи живут в шоколаде, и, говорит, мне так спокойнее. Руслан Молоток. Тумсо, я требую реванш. Ты не расслабляйся, если что, реванш не за горами. Хорошо. Это был чеченский чёрный юмор. Саламу алейкум, рамута баракату. Если не сложно, расскажи про Будённовск. Всё, что я знаю, это то, что Шамиль с группой солдат утром заехал в город и захватил некоторые важные здания. Алейкум, ассаламу алейкум, рамута баракату. Гаджи Хазбулаев. Я тебе не расскажу про Будённовск, но я тебе дам наводку, где тебе очень хорошо об этом расскажут. Где-то 96-го года есть запись, видео, где Кадыров-старший, Ахмат Кадыров, стоя на тракторе, обращается к людям. И там он упоминает вот эту диверсионную операцию в Будённовске. Послушай его. Я думаю, что лучше, чем он, никто об этом не расскажет. Тумсо, ты бы смог на дизельном патруле через залитый туннель проехать? Кстати, по поводу этого дизельного патруля. Вы обратили внимание, Кадыров там говорит, что сначала он упоминает этого Алауди, говорит, я его помню. Мы с ним, говорит, не были знакомы сначала. Потом сразу, буквально через 20 секунд, он говорит, мы были на Вольве бронированной, Ахмата Кадырова, и она не проехала бы через этот туннель затопленный. И я, говорит, у своего друга взял патруль. Мы с ним поменялись, говорит, Ниссан патруль. Я ему, своему другу, говорит, сказал, давай ты покатаешься на Вольве бронированной, мол, по городу, а мы поедем на твоем патруле. 20 секунд назад он говорит, я с ним не был знаком, с Алауди. Через 20 секунд, говорит, я своему другу предложил обмен. Круто. Лысый камазист. Тумсо, после того, как правление Путина и, следовательно, Кадырова сгинет, ты простишь иллюзиониста за все нелестные высказывания в твой адрес? Бог простит. Лысый камазист. Бог простит. Кадыровский ичкириец. Ассаламу алейкум, Тумсо. После того, как глава ЧАЭР, герой РФ, сын первого президента РФ, героя РФ Ахмада Хаджи Кадырова, Рамзан Кадыров, побрился на лысы со своей свитой. Мои годовалые дети подают в истерику при виде этого братства лысых. Если бы мы были в США, то можно было бы подать на них в суд в ЧАЭР извинений. Алейкум ассалам. Чингизи дабеша, говорит. Чоберг. Алексей. Человек, который начинает подобную деятельность, он должен быть готов к любым трудностям, вплоть до того, что ему придется валить из страны. Такое тоже возможно, и к этому нужно быть готовым. Я встречал таких блогеров, которые газовали, а затем, когда начинались проблемы, они готовы были дать заднюю и давали заднюю. Хотя им достаточно было просто уехать из страны, и они бы как бы ушли из-под этой опасности. Но они даже вот этого, даже на это они не были готовы. Осуждаю ли я таких людей? Да, я их осуждаю. Я считаю, что если ты не готов ради идеи, ради правды, если ты не готов даже просто уехать, здесь ведь не идет речь о пытках, об убийстве. Просто уехать, да, нужно поменять свой обычный, привычный для тебя уклад жизни. Придется поменять, да, придется жертвовать этим. Если ты к этому не готов, то не начинай. Не нужно вести какие-то высокоинтеллектуальные, но скорее какие-то бывают высокомужественные такие разговоры, когда ты аудитории говоришь о том, что ни в коем случае никого не нужно бояться, кроме Господа Бога. А потом, когда к тебе стучатся или звонят там люди и говорят, что ну-ка, товарищ, давай прекращай. И ты для того, чтобы не уехать просто из страны или из города, и ты начинаешь извиняться, идешь на какие-то уступки. И в этом случае, да, я осуждаю. Не нужно учить аудиторию, что не нужно никого бояться, если ты сам даже в такой ситуации готов дать заднее. Здесь я осуждаю. Почему Масхадов лишил звания Гилаева и назвал его трусом? Я не припомню, чтобы он называл его трусом, но звание он был лишен из-за того, что он тогда покинул Чечню, ушел в Панкийское ущелье Грузии. За это, ну и плюс там Масхадов, возможно, посчитал, что те, тот выход, события в Комсомольском, возможно, он посчитал, что они были недостаточно успешны, и в этом вина была Гилаева, возможно, он так посчитал, не знаю. Но основная причина была, что он покинул тогда Чечню, ушел в Панкийское ущелье. И, в общем, это такие, знаете, разногласия, которые бывают среди людей. Разногласия были даже среди сподвижникова, пророка, мир ему и благословения Аллаха. Такие вещи мы должны не копаться в этом, пытаясь там выяснить, кто там хороший, а кто плохой. Они оба хорошие. Просто в какой-то момент между ними были определенные разногласия. И, как вы видите, даже, если даже сподвижники, да будьте довольны, имея в себе Аллах, если даже они не были лишены этой проблемы, разногласия друг с другом, то, конечно, мы тоже не избежали этого. К этому нужно относиться с пониманием, не пытаться там как-то кого-то из них порочить. Оба они ушли достойно. Да помилует их Всевышний Аллах и дарует им степень шахидов. Они оба являются нашими героями. Модоро за хорошие слова, добрые пожелания, межнациональную дружбу будет какой-нибудь подарок или какие-нибудь привилегии. Да, Лорс Андерсон, будут. Забрали мальчика, 17-18 лет, за нарушение карантина. Видимо, возразил. Видимо, возразил. Второй день пропал без вести. Свидетели говорят полностью окровавленное лицо. Всячески унижают. Зовут Элабаев из Наур. Окончил школу Хафизов. За нарушение карантина. Второй день пропал без вести. Да. Зовут Элабаев из Наур.